Анна Ахматова «Слава тебе, безысходная боль» Родоначальники отечественной формальной школы, литературоведы Эйфенбаум, Якобсон, Шкловский и Тынянов руководствовались представлением об отдельном, изолированном, стабильном, самодавляющем тексте. Текст дан автору, он – начало и конец любого исследования. Основу функционирования языка Якобсон видел в логической контрадикторности, в противопоставлении некоторого факта ничему. А выяснение отношения между знаком и нулем было определено в статье «Нулевой знак» как задачи семиологии Современное семиотическое исследование также считает текст одним из основных исходных понятий, но сам текст мыслится не как некоторый стабильный объект, имеющий постоянные признаки, а в качестве функции. Как текст может выступать и отдельное произведение, и его часть, и композиционная группа, жанр, в конечном итоге литература в целом. Дело здесь не в том, что в понятие текста вводится возможность расширения. Отличие имеет гораздо более принципиальный характер. В понятие текста вводится презумпция создателя и аудитории, причем эти последние могут не совпадать по своим объемам с реальным автором и реальной аудиторией. Юрий Михайлович Лотман Культура и взрыв Что подразумевает ученый под презумпцией создателя и аудитории, которые к тому же по своим объемам могут не совпадать с реальным автором и реальной аудиторией. При наличии структурных признаков текста, каковым может быть не только целое произведение, но и его часть, к примеру, эссе из книги-эссе, глава романа, абзац, на первый взгляд выпадающий из повествования по причине философствования героев, афоризм, исследователь оказывается на пересечении точек зрения создателя текста и аудитории. В какой контекст может быть помещен изучаемый образец, что и как захочет увидеть в нем его аудитория, сказать с определенностью невозможно. При этом, чем резче выражены структурные признаки текста, тем более редуцированы, не определены его автор и аудитория. Так, афоризм уходит, что называется, в народ, забывая о своем создателе – Казьме Пруткове, Илье Ильфе, Евгении Петрове, последний право бывает вполне готов к этому расставанию и заранее примеривает маску вымышленного лица Алексей Константинович Толстой под именем Казьме Пруткова. Так, стихотворение или его двустишее или один лишь Катрен начинает существовать в собственном пространстве, последний из всех безумных песен. Лишь только автор, как птицу, выпустит его из своих тенет. В последний раз мы встретились тогда, на набережной, где всегда встречались. Была в небе высокая вода и наводнения в городе боялись. Он говорил о лете и о том, что быть под этом женщине – нелепость. Как я запомнила высокий царский дом и Петропавловскую крепость. За тем, что воздух был совсем не наш, а как подарок Божий так чудесен, и в этот час была мне отдана «Последняя из всех безумных песен» Январь 1914. Из заволоченных табачным дымом сводчатых комнат художественного общества интимного театра, из стен, расписанных Сергеем Судейкиным цветами зла, поэзия Анны Андреевны Ахматовой, вышла, чтобы превратиться в манеру говорить, речь, образ мысли. «Я научила женщин говорить», хотя в известной степени не только женщин. «Ваши стихи можно удалить из моего мозга только хирургическим путем», – свидетельствовал о гипнотичности воздействия ее поэтической речи Осип Мандельштам. Откликом на первую устрофу стихотворения вечером Звенела музыка в саду Таким невразимым горем Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду. Звучит начало знаменитого романса Георгия Иванова. Над розовым морем вставала луна, Во льду зеленела бутылка вина. Легко узнаются приемы, Образный ряд и интонации, Которые позже станут есенинскими. В ее лирических обращениях к собеседнику Мне с тобою, пьяным, весело, Смысла нет в твоих рассказах, Осень ранняя развесила, Флаги желтые навяза. 1911. А колосу прижатый тесноколос, Смеиным свистом срезывает серп. 1917. Ты письмо мое, милый, не комкой, До конца его, друг, прочти. 1912. Сравним с есенинским. Вот оно глупое счастье, С белыми окнами в сад, По пруду лебедям красным Плавает тихий закат. 1918. Режет сноб тяжелые колосья, Как под горло режут лебедей. 1921. Ты прохладай меня, не мучай, И не спрашивай, сколько мне лет. 1023. У есенинг. Анна Ахматова Анна Ахматова Даже еще не подмастерье, А подросток-ученик. В ней чувствуется молодость. Писал в заметках любителя стихов Цетлин Амари В журнал «Заветы» 1912 г. 1. Она передает драму женской души Сероглазом короле. Она в небольшом стихотворении Умеет дать почувствовать И прелесть царско-сельской природы, И сладостное очарование Пушкина И его времени. Цитируется по черных Летопись жизни. В 1916 г. Сергей Прокофьев Включил «Сероглазого короля» В музыкальный цикл пять стихотворений Анны Ахматовой Для голоса с фортепиано. «Слава тебе, безысходная боль» Звучала со сценических площадок, На которых пел Своей арея Тавертинский. Тогда же отголоски Сероглазого короля Стали слышны в пьесах-сказках Евгения Шварца «Дракон» 1944 г. И «Обыкновенное чудо» 1956 г. Эстетика этого стихотворения, В нескольких строках, Воссоздающая атмосферу Русского модерна Начала двадцатого столетия, Запечатлена в детских фильмах-сказках Пятидесятых-семидесятых годов, Новые похождения кота в сапогах 1958 г. «Королевство кривых зеркал» 1963 г. «Город мастеров» 1965 г. «Тень» 1971 г. «Принцесса на горошине» 1976 г. И если советские режиссеры Непосредственно не цитировали Декадентскую поэтессу, То разве художественным содержанием Своих кинематографических работ Не были обязаны и ее вере? СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король! Вечер осенний был душен и ал, Муж мой, вернувшись, спокойно сказал. Знаешь, с охоты его принесли, Тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел И на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, В серые глазки ее погляжу, А за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. 11 декабря 1910. Царское село. Искусством стремительным и волевым Считал все искусство предреволюционной поры Федор Сологу. В самоутверждении личности Он находил начало стремления к лучшему будущему, Чьим проповедником, с его точки зрения, был художник. Из постоянного стремления к новому, Из неустанной смены направлений И стремления преобразовать мир усилием творческой воли, Автор «Мелкого беса» выводил религиозные отношения Искусства наших дней. Хотя при этом ограничивал искусство именами Минского, Мерешковского, Гиппиус, Блока, Чулкова, Вячеслава Иванова, Ремезова, То есть теми, кто был вхож в круг Религиозно-философских ревнителей художественного слова. Это искусство религиозно, потому что имеет трагические волевые устремления. Трагедия всегда религиозна. И воля в мире только одна. Искусство наших дней религиозно и потому, что оно – Искусство символическое. А символизм всегда дает нам ощущение всеобщей связности. Он относит все являющееся к одному общему началу и подобной религии стремится проникнуть в смысл жизни. Искусство наших дней и потому религиозно, что оно хочет стремиться к искусству всенародному, то есть уже и в земных формах осуществить живое ощущение вселенской связности и общности. Федор Сологуб. Искусство наших дней. Однако не только символизм, но и возникшие из него и рядом с ним новые направления – акмеизм, кларизм, футуризм, эго-футуризм, будетлянство, иммажинизм – так или иначе заявляли о своей религиозности. Или всенародности, понимаемой скорее как всеобщность и космизм. Декаденты, мирискусники, авангардисты с таким же правом, как символисты, претендовали на живое ощущение вселенской связности, проникновение в самый смысл жизни и слова, на экспансию своих цехов во вселенских масштабах. Акмеизм – это тоска по мировой культуре. Именно так в 1930-е годы определил то, чем занимались в десятые оси Мандельштам. О цехе поэтов. Мандельштам довольно усердно посещал собрание цеха, но в зиму 13-14, после разгрома акмеизма, мы стали тяготиться цехам и даже дали Городецкому и Гумилёву, составленное Осипом и мной, прошение о закрытии цеха. Городецкий наложил резолюцию. Всех повесить, а Ахматову заточить. Мало 63. Было это в редакции северных записок. Собрание цеха поэтов с ноября 11 по апрель 12, т.е. наш отъезд в Италию, приблизительно 15 собраний, по три в месяц. С октября 12 по апрель 13 приблизительно 10 собраний, по два в месяц. Неплохая пожива для трудов и дней, которыми, кстати сказать, кажется, никто не занимается. Повестки рассылала я, секретарь. Лозинский сделал для меня список адресов членов цеха. Этот список я давал японцу на руме в 30-х годах. На каждой повестке было изображение Лиры. Она же на обложке моего вечера, Дикой Порфиры, Зинкевича, из кипских черепков Елизаветы Юрьевны, Зминой Каравайной. Анна Ахматова, Лиски из дневника. У меня есть улыбка одна, Так, движенье чуть видное губ. Для тебя я ее берегу, Ведь она мне любовью дана. Все равно, что ты наглый и злой, Все равно, что ты любишь других, Предо мной золотой аналой И со мной сероглазый жених. 1913 Прекрасные, хрупкие и по-женски тонкие стихотворения Анны Ахматовой об утраченной любви, Поговаривали критики. Но при чем тут адомизм или акмеизм? Поэтическое дарование Ахматовой несомненно. Но почему она акмеистка? Почему она адомистка? 25 марта 1913 года Александр Блок отмечает в своем дневнике. Футуристы, в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеисты. Последние – хилы. Гумилева тяжелит вкус, багаж у него тяжелый – от Шекспира до Теофиля Готье. А Городецкого держат как застрельщика с именем. Думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко. Футуристы, прежде всего, дали уже Игоря Северянин, подозревая, что значителен Хлебников. Гуро достойно внимания. У Брулюка есть кулак. Это более земное и живое, чем акмеизм. Александр Блок в дневнике. С 4 апреля 1913 года Анна Ахматова регулярно присутствует на заседаниях общества поэта, основанного недобрового, по словам которого она туда приглашена, а Гумилев – нет. В этом же месяце она получает письмо, отправленное Николаем Гумилевым из Одессы по пути в этнографическую экспедицию в Абиссинию. В книжном магазине просмотрел жатву. Твои стихи очень хорошо выглядят. Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке. Они мало того, что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты, да пожалуй по своему нарвуд, окажетесь самыми значительными. Цитируется по книге Черных «Летописи жизни». Введение. Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя. 20% мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературовические работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она как прожектор освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать. Анна Ахматова. Про дому слов. Я живу, как кукушка в часах, не завидую птицам в лесах. Заведут и кукую. Знаешь, долю такую. Лишь врагу пожелать я могу. 7 марта 1911. Царская сила. Анна Ахматова рассказывала, что Николай Гумилёв мальчикам ещё поверил в символизм, как люди верят в Бога. Это было то же самое детское видение, которое случилось с Уильямом Блейком. «В то утро ко мне в окно заглянул Бог», – вспоминал английский поэт. Для раннего Гумилёва символизм был неприкосновенной святыней, но по мере схождения с символистами на башне Вячеслава Иванова он ощутил, что в нём что-то поругано, и вера его в символизм трогнула. Утро акмеизма занималось в северной столице. В отличие от символистов, у акмеистов никогда не было меценатов. Даже номера журнала «Гиперборей», издаваемого в 12-13 годах, выкупали из типографии за свой счёт. А в 1914-м произошёл внутренний раскол цеха поэтов. Гумилёв и Городецкий поссорились. Уцелели письма, которыми они обменялись. То есть я имею в виду письма Городецкого Гумилёву. Недавно кто-то приобрёл их у вдовы Рудакова, которой я дала их на сохранение, а она, как известно, торгует всем ей доверием. Но сейчас не в этом дело. В 1915-м году произошла попытка примирения. И мы были у Городецких на какой-то новой квартире около мечети. И даже ночевали у них, но очевидно трещинка была слишком глубокой, и возвращение к прежнему было невозможно. Потом возникали цехи, куда-то меня приглашали, куда-то нет, но все они никакого значения для истории акмеизма не имели. Статья Мандельштама «Утро акмеизма» написана, вероятно, в 1913 году, а не тогда, когда напечатана в «Сирене» . Самый термин – акмеизм – до следующих поколений донесли не мы и не друзья их не было, а враги. Анна Ахматова «Листки из дневника» Дал ты мне молодость трудную, столько печали в пути. Как же мне душу скудную богатой тебе принести? Долгую песню льстивая о славе поёт судьба. Господи, я неродивая Твоя скупая раба, Ни розою, ни былинкою не буду в садах отца. Я дрожу над каждой соринкою, над каждым словом глупца. 19 декабря 1912. 28 февраля 1914 года Александр Блок делает пометку в записной книжке «Пахнет войной». 25 марта получен экземпляр четок с дарственной надписью. Александру Блоку Анна Ахматова «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи. Весна 1914 Петербурга». И она дважды звонит ему в его отсутствие. В сборник включено и недавно написанное стихотворение «Я пришла к поэту в гости, посвящённой Александру Блоку, после того, как она посетила его в одно из последних воскресеньев тринадцатого года. Я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто «Ахматовый Блок». А на третьем томе поэт написал посвящённый мне Мадригалу. «Красота страшна вам скажут» Цитируется под черных летопись жизни. Анне Ахматовой Красота страшна вам скажут. Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, Красный розан в волосах, Красота проста вам скажут, Пёстрой шалью неумело вы укроете ребёнка, Красный розан на полу. Но, рассеянно внимая всем словам, Кругом звучащим, Вы задумаетесь грустно И твердите про себя. Не страшна и не простая. Я не так страшна, чтоб просто убивать. Не так простая, чтоб не знать, как жизнь страшна. Александр Блок. Знаменитой версией деконструкции этого Мадригала станет реплика персонажа Фаины Раневской из кинофильма «Весна», когда она перед зеркалом, любуясь на себя в новой шляпке, скажет, «Красота – это страшная сила». Обстоятельства рождения Мадригала Ахматова описала следующим образом. В начале июля я поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву. Сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит. Бросают мешок с письмами. Перед моим изумлённым взором вырастает блок. Я от неожиданности вскрикиваю. «Александр Александрович!» Он оглядывается. И так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает. «С кем вы едете?» Я успеваю ответить. «Одна». И еду дальше. Сегодня, через пятьдесят один год, открываю записную книжку блока, которую мне подарил Жермунский. И под девятым июля 1914 года читаю. «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за подсолнечной. Меня бездрасьнет. Анна Ахматова в почтовом поезде». На этом можно бы и кончить. Но, так как я, кажется, обещала доказать кому-то, что блок считал меня по меньшей мере ведьмой, напомню, что в его мадригале мне среди черновых набросков находится такая строчка. «Кругом твердят «Вы демон. Вы красивы». Санкт-Петербург. Тринадцатый год декабрь. Да и самое предположение, что воспеваемая дама не так проста, что просто убивать. Комплимент весьма сомнительный. Блок записывает, что я вместе с Дельмас и Лизой Кузьминой-Караваевой измучила его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания. Я позвонила. Александр Александрович, со свойственной ему прямотой и манерой, думать вслух, спросил. «Вы, наверное, звоните потому, что Риадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас». Умирая от любопытства, я поехала к Риадне Владимировне на какой-то ее день и спросила, что сказал Блок. Но Риадна Владимировна была неумолима. «Анечка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие». Анна Ахматова, Листки из Дневника Александру Блоку Я пришла к поэту в гости ровно в полде, в воскресенье, тихо в комнате просторной, а за окнами мороз, и малиновое солнце над лохматым сизым дымом. Как хозяин молчаливый, ясно смотрит на меня. У него глаза такие, что запомнить каждый должен, мне же лучи осторожные в них и вовсе не глядеть. Но запомнится беседа, дымный полдень, воскресенье, в доме сером и высоком у морских ворот Невы. Седьмое января 1914 17 июля 1914 года в последнем предвоенном письме Анна Ахматова сообщает мужу. «Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепнёве. Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня. Оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет. У тебя, наверное, тоже. С Аполлона получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с чёток что-нибудь получим. Меня это всё очень тревожит. Пожалуйста, не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать. Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую русскую мысль. Вероятнее всего там совершит надо мною страшную казнь Валех Валерий Грузов. Но думаю о горчайшем, уже перенесённом, и смиряюсь. Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый. Целую. Твоя Анна. Лёвушка здоров и всё умеет говорить. Переписка Анна Ахматова Николаю Гумилёву 19 июля Германия объявила войну России. И приказом по гвардейскому запасному кавалерийскому полку 14 августа 1914 года Николай Гумилёв был зачислен вольно определяющимся охотником в 6-й запасной эскадрон. Пятого августа супруги Гумилёвы нежданно встретились на царско-сельском вокзале с Александром Блоком. Гумилёв уже в солдатской форме сказал ей тогда, «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарит Соловьёв». Песня последней встречи Так беспомощно грудь холодела, Но шаги мои были легки. Я на правую руку надела Перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, А я знала их только три. Между клёном шёпот осенний Попросил – со мною умри. Я обманут моей унылой, Переменчивой, злой судьбой. Я ответил – милый, милый, И я тоже умру с тобой. Это песня последней встречи. Я взглянула на тёмный дом, Только в спальне горели свечи, Равнодушно жёлтым огнём. 29 сентября 1911-го Царское село В начале марта 1915-го года, Вскоре после антивоенного выступления Маяковского «Вам ли, любящим баб, доблюда, Жизнь отдавать в угоду» В подвале бродячей собаки был произведён обыск и обнаружены дюжины бутылок запрещённых спиртных напитков. По распоряжению градоначальника кабаре было закрыто. Издание журнала «Аполлона» в связи с финансовыми и материальными трудностями было прекращено позднее. Последний номер за 1917-й год вышел осенью 1918-го. В нём были статьи памяти Цезаря Кьюи, Клода Дебюсси, Эдгара Дега, работа Джона Курно о смерти футуризма, художественная летопись театров и галерей и ни одной стихотворной строчки. В это же время завершила свою деятельность, основанная акмистами издательства «Гиперборей». В 1959 году Анна Ахматова скажет Про дома Мэ свою защиту скажу, что я никогда не улетала или не уползала из поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по деревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость. Ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень и вообще наступало удушье, которое длилось годами. Знакомить слова, сталкивать слова – ныне это стало обычным. То, что было дерзанием через тридцать лет, звучит как банальность. Есть другой путь – точность. И еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит. Но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается, люди говорят – это про меня, это как будто мною написано. Сама я тоже очень редко испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее. Анна Ахматова, автобиографическая проза Здесь все то же, то же, что и прежде. Здесь напрасным кажется мечтать. В доме, у дороги непроезжей, Надо рано ставни запираться. Тихий дом мой пуст и неприветлив, Он на лес глядит одним окном, В нем кого-то вынули из петли И бронили мертвого потом. Был он грустен или тайно весел, Только смерть – большое торжество На истертом красном плюше кресел И изредка мелькает тень его. И часы с кукушкой ночи рады, Все слышней их четкий разговор. В щелочку смотрю я – Конокрады зажигают за холмом костер. И пророча близкая ненастья Низко-низко стерится дымок. Мне не страшно, я ношу на счастье Темно-синий шелковый шнурок. Май 1912. Флоренция. В фильме об Анне Ахматовой Анатолий Найман – поэт, переводчик и сыст, Литературный секретарь и соавтор Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди, Поясняя свой замысел, режиссеру фильма использует простой образ ее бытия. Человек дует в печку на сырые дрова, и они у него не разжигаются. Мы живем дачной жизнью не только потому, что мы сейчас находимся в деревне, а мы живем вообще так называемой дачной жизнью, потому что есть реальная жизнь, и она у большинства людей продолжается один день, одну неделю, один месяц в жизни вообще, когда что-то становится вдруг реальным, и есть жизнь, как у Ахматовой, которая состоит годами из-за этой реальной жизни. Анатолий Найман исходит из того, что стихотворение – это маленькое пространство, на территории которого язык становится законом. То, что сказано поэтам, не подлежит пересказу или перестановке, замене одного слова другим. Вот, собственно, и вся тайна стихов. Нельзя не согласиться, что, когда мы понимаем это, то понимаем, что принадлежность к поэзии – это принадлежность к некоему священнодействию. А если происходит такая таинственная вещь, то, значит, бывают и жрецы. И, это знает поэт, жрецы невыдуманные, но настоящие, назначенные не другими людьми, а некой божественной канцелярией, скажем, олимпийскими богами. Анна Ахматова назначена канцелярией христианских апостолов. Подошла я к сосновому лесу, Жар велик, да и путь не короткий, Отодвинул дверную завесу, Вышел седенький, светлый и кроткий, Поглядел на меня прозорливец И промолвил – Христова невеста, Не завидуй удачи, счастливец, Там тебе уготовано место. Позабудь о родительском доме, Уподобься небесному крину, Будешь хворая спать на салоне, И блаженную примешь кончину. Верно слышал святитель из кельи, Как я пела обратной дорогой О моем несказанном веселью, И дивяся, и радуясь много. 1914 Широкий, блистающий купол, Раскинутый искусством над бытом Дореволюционной России, Был тонок до эфемерности И слишком хрупок, Чтобы осенять армии канатных плесунов На свой страх и риск Незринутых в жизни, С опасной экспериментальной программой. Дистанции между искусством, Являющим образ истинного бытия, И жизнью, коснеющей в оковах быта, Между праздником творческой работы И буднями заработка На физическое существование, Между реальной и дачной жизнью, Были и остаются Огромного масштаба. А в 1915 году классик русского модерна Фёдор Сологук, Казалось, не напрасно возлагал надежды на искусство И преображённую творческим становлением жизнь. Поэт, – утверждал он в русской мысли, – Опять становится жрецом и пророком, И в том храме, где он совершает своё служение, Искусство должно стать куполом, Должно стать широким и блистающим куполом над жизнью. Куполом над жизнью возвышается искусство наших дней. Не потому, что оно служит целям жизни, Жизнь своих целей не имеет, А потому искусство раскидывает свой купол над жизнью, Что в нём жизнь получает своё достойное завершение. Высокое произведение – это и есть достигнутая цель, То, для чего жили люди, Цель – искусством достигнутая, Жизнь поставленная. Цель эта ставится перед жизнью потому, Что и сама жизнь не хочет оставаться только бытом. Очарованная высокими внушениями искусство, Жизнь стремится в те области, Которые открыты перед нею И осенены высоким куполом искусства. Покрывая жизнь этим величавым куполом, Хотя и не для жизни построенным, А для свойственных искусству зданий, Искусство наших дней утверждает жизнь Как творческий процесс. Утверждает только жизнь, Стремящуюся к творчеству, И не приемлет жизни, Коснеющей в оковах быта. Искусство, являя образ истинного бытия, Ведёт человека к утверждению Наиболее высоких благ жизни, К самоутверждению и творчеству. Фёдор Сологуб. Искусство наших дней. Ты знаешь, я томлюсь в неволе О смерти Господа моля, Но всё мне памятно до боли Тверская скудная земля. Журавль у ветхого колодца, Над ним, как кипень облака, В полях скрипучие воротца И запах хлеба, и тоска, И тени яркие просторы, Где даже голос ветра слаб, И осуждающие взоры, Спокойно загорелы баб. Осень 1913-го слепнём. Тверская скудная земля. Тверская скудная земля. Тверская скудная ночь